Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Чердак, Норбл, у кого-то день, у кого-то ночь, у кого-то утро, у кого-то вечер. Продолжаем с вами чертить в черной книге, и собственно говоря, мы столько уже серий играем, а еще даже второй печати даже не открыли из 8, которых надо открыть, и это меня несколько пугает, потому что сколько серий-то по ней будет. Ну да ладно, игра-то в принципе хорошая, просто я думал, что в ней максимум, думаю, серии 8 будет. А нет, а такие пироги. Кстати, напоминаю, что мы впервые в предыдущей серии увидели в новый контент, это битвы логические, то есть какие-то битвы-головоломки. Я рад, что с этим бесом покончено. Ну, что-то жуть берет. Как-то мне неспокойно, что мы ту бабу... Ну да, мы как бы ее сожгли, если бы не видел, как бы, посмотрите. Я думал, как бы, что наоборот это правильно будет, но взяли 5 грехов на себя, или 50, ну короче, дохренища грехов. Это прям меня тоже расстроило. Но опять же, в живых ее оставлять, она пол-леса, блин, сожрала, и друга твоего Трофима. Но опять же, это все влияет, видимо, на концовку. Я не знаю, сколько вы двигали концовки, но подозреваю, что минимум 2, хорошая и плохая. А может быть, хорошая очень, хорошая не очень, средненькая какая-нибудь, плохая очень, неплохая не очень. И Василиска по-другому заговорила, смотри-ка. Скорее всего, скорее всего, я вот, все-таки не оставляет меня тема прошлой вот этой, юродивой. Наверное, наверное, можно было как-то, может быть, ее вылечить, не знаю, там, может быть... Она же там говорила, что она вроде бы стала такой, как бы, может быть, можно было как-то в сознание вести. Не знаю, ну, поступили как поступили, что поделать. Фух, надо мне дух перевести. Пойду-ка домой, отсыпаться. Ну да, по ночам ходишь с Васькой. Эх, Трофим, Трофим. Ну, мы той деревне-то помогли, так? Это у школи, не сомневайся. Спасибо тебе, Василиса. Если что, так я всегда... Не сумлевайся. Так, ну вот и хорошо. Смотри, что у нас, у нас какой-то один посетитель пришел, давай. А прошлый раз было два посетителя, все-таки соврали. Сказали, что... О, нормальный идет с красным носом. Егор! Ох, Господи Иисусе, застал тебя на месте-то. Какой Егор? А, дед. Я уже не при делах. Вон, Василису упрашивай. Ох, да что ж за жизнь у нас такая. То голод, то война. Ну ничего, пока молочко хоть корову дает. О чем бишь я? Припозднился я. Шел по Баневской-то дороге, там, по-за речкой. Темно, страшно. А тут как застучит, и пронеслось что-то мимо, как вихрь. С Божьей помощью добрался. Ладно, посмотрю, что там за бесы. Да что мне до бесов-то? Ты меня заговори от окаянного. Тьфу на тебя. Че-че не знаешь, что лучше крестного знамени нет? Ладно уж, пошепчу, раз пришел. Ох, спасибо, матушка. Так, ну в принципе, можно бы ему всякую фигню-то на шептать, и он бы поверил бы. Так, вот с Николая можно потрещать с чертями. Прошка, прошка чем скажем? Ну, что лезешь? Не видишь? Пригрелся я на палате. Сон, да, мне. Спрашивай, что еще хотел. А то спать-то мне пора, притомился. Так, а мы же это все спрашивали, или это какие-то новые сведения он может сообщить? Про тебя узнать хотела больше. Че ты до акулины-то дебил? Ладно, расскажу. А, ну это он нам рассказывал, все это да. Я просто думал, что... Да-да-да-да, это прикол с шерстью. Погоди, дедушка. Да давайте, все, давайте. А-а-а-а. Ну что, давай-ка после потолку. Давай после. Они почему-то просто выделили эти диалоги как активные. Я подумал, почему? Странно. Ну да ладно. Так, Николай что-то хочет сказать? Ну давай. Спасибо тебе, Васька, что в беде не оставляешь. А, и все. Ну ладно. Так, что там черти говорят мне? Так, один сидит здесь. Блин, 72 грехов. Офигеть. Просто офигеть. По-моему, мы из этих грехов с вами не выйдем, ребята. Прошка почему-то заблокирован, не могу взять помощников. Только Николай может взять. Снова задание. Вызволить подменную из бани. А корней осмотреть баниевский тракт. Ну хорошо, смотрим. Так, это мы тут не ходили. Из бани до Егора. Ваше местоположение. Ну пойдемте, что делать-то? Так, у нас, кстати, есть прокачка. Давайте бесов как-то. Специальности чертей. Черти приносят больше. Это что такое? Ключи. Это цена создания. Так, это что ли? Знаткость. Вот большая сумма, кстати, хорошая тема. Большая сумма. Вовкость рук. Ну тоже неплохо. Так, а знания? Это на уровне 19 будет доступно. Это что у нас? Лютые слова. Помощь святых. Дурак. Давай я, наверное, сумку увеличу. Хотя вот и про бесов тут вот есть. Что тут? Увеличивает грехи за задание чертей на 5. Адово травничество. Кривые черти. А, это типа 2. Типа можно... Вот так вот. Это типа получается точные указания. Умелые черти. Адово травничество, да? Путь можно пойти. А можно пойти, чтобы кривые черти были. Ха-ха-ха-ха. Ну, кривые-то черти тоже, наверное, могут напакостить. Ты им сказал молоко попортить, а они людей поубивали, да? Это уже как бы не факт. Ой, не знаю, ой, не знаю, ой, не знаю. Сумку можно увеличить. Большая сумма. Ну давай. Ту-дым. То есть смотри, получается предмет у меня высший. Да, вот еще предмет освободился. Чтоб добавить. Так, это получается защита мне. Так, это что? Это шкатулка. Давай добавлю кладбищенскую землю. Попробую. Чё это такое? Первый заговор садится у вас земля. Мы посмотрим, как это работает. Не знаю. Выход. Так, что пошли? В путь. Наши черти заметили кладбищенскую траву в роще возле избы. Нужно сходить и собрать ее, пока ночь на дворе в путь. Пока там эти не вернулись по дво всей эти. Тенистый овраг усеян разнообразными травами. Среди прочей растительности выделяется один красивый цветок. Он ярко-красный и хорошо виден даже в лунном свете. Вы подходите к цветку и обматываете его стебель серебряной нитью. Рывок. И вот в ваших руках ценная трава. Адамова голова. Вы забираете кладбищенскую траву и готовитесь продолжить путь. Так, покинуть. Так, ну это просто сходили, посмотрели. Так, это что такое? Орловская роща. Лес, растущий у Орловской курьи, тоже называют Орловским. Тут часто можно найти полезные травы. Для кладбищенского это ремесла. Пойдем. Это, я так понимаю, сегодня мы какую-то главу закончим, да? Пойдя мимо небольшой березовой рощи, вы замечаете золотые цветки терлич травы. Вся земля меж берез усеяна ею, словно золотым покрывалом. Задержав дыхание, вы отвешиваете шесть поклонов. Поднимаете взор и видите лишь один цветок. Остальные скрылись неведомо куда. Вы осторожно срезаете растение и убираете его в свою сумму. Вы забираете колдовскую траву и готовитесь продолжить путь. Терлич трава. Кудесники и чародеи дорожат терличом, как сокровищем. Витийство. Приказы плюс один, да? Давай. Так, теперь русалья заводь. Самая живописная дорога к Вильгарду от избы деда Егора как раз через лес, рядом с русальней заводью, проходит. Жаль, что часто в округе неспокойно. Погнали. В личке написано, что могу собрать одну. Вот так-то. Впереди вы замечаете глубокие человеческие следы. С дождей ли они или просто прошелся кто-то грузный, понять сложно. Тем не менее, вы ощущаете неявную тревогу, когда приближаетесь к ним. Давай порчу снимем. Доброе дело сделаем. Вы подходите ближе и осматриваете следы. Теперь понятно, почему вы тревожились еще стоя пооды. Каждый след светится тусклым синим колдовским светом, который виден только знающим людям, таким как вы. Какой-то колдун насадил на эти следы одного из своих чертей, чтобы он портил проходящий народ. Вы окончили чтение заговора. Из следов с душераздирающими криками вылетают черные вихри бесов и исчезают в ночном небе. Нифига себе, триста опыта и восемь рублей. Вы чувствуете, как растет сила черной книги. Ну давай переполох. Ну, грехи бы хотя бы сняли бы. Михайловская ростынь. Так, ну мы уже, по-моему, читали про нее, что там грань миров проходит. Погнали туда сходим. Читали-читали, уже было. Сейчас просто бегаем. Длиноко и страшно на ночном пути. Вокруг лишь неприветливая тишина, прерываемая размеренным звуком ваших шагов. У старых могил на ростыне нет подношений. Погнали дальше. Дорога в Боневской куще. Через живописный лес лежит тракт Вильгард. Крестьяне говорили, что ночью тут блазнит нечистая сила. Не нужно осмотреть эту дорогу и прогнать всю нечисть в путь. Это дополнительное задание, погнали. Ух, сейчас там на Куролесе. Вы слышите стук колес, разрывающий тишину ночного тракта на части. Впереди виднеется силуэт повозки, которая движется в вашу сторону. Телега нагружена скошенными колосьями хлеба. Вы выкрикиваете приветствие, и повозка останавливается неподалеку. Извозчик пристально смотрит на вас. Возить не перевозить вам. Благодарим покорно. Далеко ли с хлебами едете? Да не шибко. Тоже там скоро окажешься. Господи, что ж это за место такое? Эх, не стоило тебе бога поминать. Сейчас мы тебя-то и задавим. В мгновение ока повозка преображается. Вместо извозчиков за поводьями теперь черти. Вместо коней охомутанные грешники. Вместо хлеба мертвецы. Похоже, вы встретили телегу, на которой черти увозят покойника. К бою! Погнали! Кушать чертей, нифига себе! Офигеть! Так, это земля крепкая, да? Это усиление какое-то, да, идет. Надо вот проверить, как это работает. 20-10, так и конь! Фига себе, какие типы! Грыжа лютая, так, аминь! Замок есть вот еще один. Хотя, по-моему, это одинаковое, да, какой-то символ, не знаю. Так, кива, скорчить, урозы. Но защиты у них вроде не нет. Как будем делать? Травы, что такое? Восстановить 20. Наносите 3 урона в начале хода, игнорируя защиту. Кукушечи слезы. 4 здоровья. Прикрыш трава. Это разрыв трава. Ну, короче, увеличу количество приказов. Понято. Давайте сдраться. Бой будет трудный, я так понимаю. Ну, давай, на... Вот это что делает? А-а-а! Вот это жесткий. Каждое прочтенное слово, кроме жестов, наносит вам один. Ядовитый коготь. Фига себе. Этого надо 100% замочить самого первого. Урон 4, да? Это что у меня было? Кива. Ну, давай сюда же. 9, да? А, это я урозы. Ну, давай сюда. 12, да? Игла. Аминь. Хотя нет, давай не лютая, давай не лютая. А давай... А тут только порча, да, осталась. Урон 10. Хотя нет, ну давай лютая, давай. И давай у тебя тоже на тебя. Все, погнали. Есть, умер. Набожность. А у него это... Блин. Фига себе, что происходит. Друг на друга, что ли, сделали? Ладно. У меня нету защиты. Что там? Стойкость. Не может быть под влиянием статуса. А берег вечный, не снимаемый. Так, ну давай, давай. Смотри, что делаем. Бабушку Серафимушку. Можем сделать, да? Порча. Порча. Урозы. Авдивай давай. Все, погнали. А ты у меня не ходишь, да? Ну, хорошо. Всем порчу. Давай. Хорошо. Какие-то коди странные. Обереги. Как-то сами себя они, короче, хреначат. В принципе, и все. Да, я их победил, нет? Переполох давай. Бесколдун давай. Да? Жесть давай. Фига тут урон еще будет. Авдивай давай. Давай. Готово. Ну, я думаю, сложнее будет битва намного. Ну, как-то получилось так. А, аваила давай. 500 опыта, нифига себе. Готовозка вместе с грешниками исчезает во всполохах черного пламени вслед за своими извозчиками. Возможно, некоторым душам удалось скрыться от своих мучителей. Да. Что ж, выполнили эту миссию, да? Удар на отмышь. Погнали. Дорога на Бильгард. Здесь дорога проходит после крутого обрыва на Колбу. Случай был один. Как-то мужика лишь и войдет, да с обрыва от того чуть не сбросил. Погнали. Идем в главной миссии. Среди ветвей вы замечаете блеск бесовского взора. Видимо, черти решили подкараулить случайных прохожих. Ах вы гады. Сейчас играем в карты с ними. Ой, давай нападем, а. Вы чертите круг и направляете слова вашего заклятия на чертей. Сколько их тут? О-о-о-о. Дьявольская песнь призывает других. Нифига себе, какие типы. Так, ну надо их, нифига, у них животы еще такие. Так, ну что-то они какие-то лютые. Так, бабушку Серафимушку. Давай сюды. Авдилай давай. Хотя не, не будем Авдилай сейчас. Защита есть, ровно потом пропадет. В Архаила давай. Лютая сюды. Килва. Давай сюды. Урон 11. Все, погнали. Хлобысь. Хлобысь. Но. Опа. Втащил. Ой, какого. Так, антислисия их убьют. Этот умрет, нет? Вот этот вот. Лютый коготь. Так, защиты нету. Авдилай давай. Че еще могу? Ключ. Давай сюды. Скорчить урозы. Ну давай сюды. 7 урон, да? Давай еще скорчить. Так, и остался ключ один. Чтоб такое сделать. Игла. Ну давай, я не знаю. Может быть, рабу сделаем. Хотя она ничего мне не... Ну давай вот так вот сделаю. Давай. Сейчас будет бить. Да успокойся ты. Втащил. Ладно. Так. Урозы грыжа лютая, да? Ну давай. Сюда. Сюда. Обдевая давай. И еще ключик, да, остался. Ну давай вот так вот. 5-8. Погнал. Лобысь. Лучше бы в карты сыграл, да? Этот должен умереть сейчас. Да, блин, не умер, а, гад. Так, ты, получается. Давай в этого шмальнешь. Так, это нава. Чтоб такое сделать-то. 12 уже, нифига себе. Пускай так будет. Во! Нормально. Это должно умереть, у него еще порча. Защиту себе вкачаю. Красавелла. Но! Свинтус. Защиту не пробьешь никак просто. Вообще никак. Хе-хе-хе. В минус один ушел. Так, переполох. Давай переполох. Так, что еще есть? Бес колдуна давай тоже. Сюда. Беса колдуна. Ключи давай тоже. Сюда. Потом что еще? Евгорье этого давай. Ну и все, давай тоже. Сюда. Все, урон. 25 просто сейчас вылетит в труху. Есть. А он остался, смотри как. Все, до свидания. Ой. Ну давай вот салманиду возьму. Возьму все-таки негативный статус снимать, мало ли. Так, карабинники в деревне Йозова. Говорят, возле деревни карабинники устроили небольшую ярмарку. Думаю, несколько торговцев осталось даже в такой поздний час. В путь. Надо травушки купить Адамовый. Рублей много, здоровья просто. Толпа карабинников устроила небольшую ярмарку рядом с деревней. Некоторые торговцы действительно засиделись допоздна. Возможно, вам повезет и среди их разномастных товаров вы найдете что-то нужное. Так, травница, давай. Чего? Пряники-то распродала, а уж все. А, ты за травами? Ну давай, смотри. Так, купить. Давай сразу вот Адамову траву куплю. Раз, куплю. Два, куплю. Все, все, купил себе. Отлично. Болотник. Царские очи. Ну, кстати, еще вот кукушкины слезы тоже можно было бы купить. Я продал ее. Мой дурак. Я ее продал, прикинь. Мой дурак. Ну, хоть заметил, блин. А то бы сейчас бы пошел бы биться. Хворь. Так, у меня сколько их? Шесть. Нет, пять. Ну, ладно. Выход. Так, это кто? Коробейник, книжник? Я большой расход! Подходи на рамки! Покупай добро и травы, чтобы жизнь пошла на славу! Ну, какой травушки, да? Курит, поди их там. Так, а у тебя, ну, всякая фигня. Вот это у меня уж в принципе оно и так есть. Ладно, давай. Все, ребята, до свидания. Давай сразу смотри. Восстановлю себе. Где она? Ф использовать, давай. Ага. Ага. И что еще? Пять, да, восстановить. Там четыре мне надо. Ну, давай. А, регенерация. А-а-а. Ну, все, ладно, тогда пускай так будет выход. Я, кстати, не понял, зачем мне вот эта вот... Э-э-э... Земля это непонятная. Так, дурная слава кривого лока на севере не помешала семье куляровам. Наших выстрелит тут большую усадьбу. Насколько я слышу, живут они, ладно. Ну, давай заглянем к ним. Посмотрим, что у них там, ладно. Кажется, вас давно ждали. У этих крестьян кто-то спортил корову, и она перестала давать молоко. Вы пытаетесь вспомнить, не ваших ли рук это дело. Так или иначе, вы шепчете нужные заговоры. Теперь со скотиной все будет в порядке. Благодарные хозяева дают вам свежего хлеба и горшочек мёда. Ну, по-моему, мы туда и посылали этого черта. Ну, всё, дошли, короче. Старые бани. Погнали. Основная наша сегодняшняя миссия. Дверь в заброшенную баню отворяется с пронзительным скрипом. Старое здание не издаёт ни звука в ожидании предстоящего обряда. Вам остаётся только гадать, как пройдёт ритуал. Вы вспомнили несколько подходящих заговоров, но ни один из них не был создан специально для вызволения подменённых. Вам остаётся только с замиранием сердца взглянуть в неизвестность, мрачную, как чёрное нутро каменки. Так, новая быличка. Тут надо внимательно слушать, а то мало ли. Банники. Так. Только взялся за камень. Как его рука девичья, хватит? Не дам камень, ежели в жёна меня не возьмёшь. Да ты чья чертовка? Не христианская душа. Возьми меня в церкви, обенчаемся. Глянул солдат. Девка-то складная, детишек много нарожает. Согласился и она им. Завтра в полночь придёшь сюда же. Выйдешь, батюшка мой, банный старостный. С ним и сторгуешься. Только помни, меня из дюжины девок на одно лицо надо правильно выбрать. У кого зубы жёлтые, не бери. У меня зубы белые. Потом батюшка предложит приданное два мешка. Бери правый, там богачество. А левый не бери. В нём все горести людские. Так солдат и сделал. Взвыл с досады банный староста и пропал. Вот так вот. Эх ты посмотри, а, чё-то творится. Вы начинаете с обычного заговора призыва и надеетесь, что на ваши слова откликнется невеста Николая. Возможно, будет достаточно отдать ей все найденные предметы? Вскоре заговор завершается, и перед вами предстаёт подменённая девушка. Мы принесли обещанные предметы. Скоро ты будешь на свободе. Девушка пытается что-то сказать, но из уст её вырывается только непонятный шёпот. Весь её образ словно подёрнут дымкой. Что происходит? Мы не понимаем тебя. Девушка зажимает рот ладонью. Она явно в отчаянии. Из её пустых глазниц текут слёзы. Вы шепчете один из старых заговоров, и, наконец, её слова становятся понятны. Голос раздаётся словно издалека. Во мраке банница ютится, не отпуская проклятых детей. И печи, огонь и кипяток, что кожу сдирает. К её владениям ключи. Я третье слева, и моё всё то, что окрашено крови цветами. И помните, что... Девушка не успевает окончить фразу. Её образ подхватывают языки пламени и клубы пара. Полки опрокидывает разверзшаяся пасть портала в тонкий мир. Опачки. Печать, наверное, будем вскрывать вторую. А Николай всё курит. Я такого дива не видел никогда. Ну, такого ещё понасмотришься. Ты в жёлт, я не передумал её брать-то. От входа под полог тянет нестерпимым жаром. Вы уже встречали подобные врата. В тот миг, когда вошли в пасть адской собаки. В этот раз рядом с вами нет деда Егора. Как нет и уверенности в том, что вы сможете вернуться. Вы бросаете взгляд на бледное лицо Николая, наказываете ему ждать в бане и шагаете внутрь. Ну, погнали. Весь мир вспыхивает ослепляющим жаром. Вам уже знакомо это чувство междумирья, но даже в третий раз оно подхватывает вас, как внезапный вихрь, и беспощадно бросает о землю. Вы приходите в себя в звенящей тишине и замечаете рядом Николая. Он тоже оглушён перемещением, но сознание уже возвращается к нему. А он-то как... Кажется, он не послушался вашего указания. А он-то как-то оказался, ну. Так, и что, я управляю теперь? Опа-па-па. Ну-ка, хоть наношу. Василису, Василису, шушку уж посмотреть. А то никогда её тут так вблизи не видел. Смотри, какая. Опа-па-па-па. О, посмотри, ух. Так, ну-ка, Николай. Коля, ты в порядке? Я же сказала тебе ждать в бане. Так это... Не могу ждать одну-то бросить. Я, кажется, с собой справился. Ну, вместе-то, может, и лучше будет. Ладно, обратно путь закрыт. За мной держись. Ишь, боевая ты девка. Давай сама за мной держись. Главное, живым останься. Понята, погнали. Ну, тут особо выбора-то и нет, куда идти. Фига, пятки свистят. Так, сушёные травы. Ну, конечно, чё. Сушёные травы сначала берём. Адамова голова. О, всё забрал. О, моё, загадка какая-то. Хо-хо-хо-хо. Слова подменённые назад. Ёшки-матрёшки. Там что-то травы какие-то горят. Печи выс... Я понял, это, короче, три круга. Ну-ка. Так, как там девка сказала? И печь, и огонь. И кипяток, что кожу сдирает. Так, и... И её владением ключи. И печь, и огонь. И кипяток. И печь. Так, вот печь. И огонь. Вот так вот. И кипяток. Чё, нет, что ли? И печь, и огонь. А тут как интересно быть? Вот это знак, что-то я не пойму. И печь, и огонь, и кипяток. Может быть, печь первая? И печь, и огонь. И кипяток. Вот так вот? Нет? Открылась у меня дверь. Я, короче, неправильно их располагал, но долго. Продолжайте путь вглубь владения Абдерихи. За вами плетётся Николай, то и дело встревоженно озираясь. Вам тоже неспокойно. Боязнь оправдана. Вдруг перед вами возникает пара чертей. Там, короче, надо было это... Кипяток, короче, надо было по-другому сделать. Так, кто такие вообще? Шлянье? Фига себе. Так, земля крепкая. Пускай будет. Так, бабушка манд... Да, мандолина. Давай сюда. Переполох давай. Складное давай. Сюда. Урон 9. Бабушку Серафимушку давай. Так, и тебя давай. На вот этого. Погнал. Это какие-то не чёрти, какие-то ифриты. Готов. Но. Блин, не добил совсем маленько. Они мне порчу, да? Насвалят уже, гады. Так, порча, да? А давай я смотри. У меня же есть трава. Какая? Витийство. Нет, не витийство. Регенерация. Восстанавливает двадцатку. Подожди, а где у меня трава-то эту? Лишь была трава, которая снимает... Остановить пять здоровья. Блин. Что, нету что ли? Так, ну ладно. Это что такое? Нава. Крепкое, складное. Так, у этого один здоровье, блин. Как его убить, непонятно. У этого двенадцать. Смотри. Раз. Два урона уже сколько? Восемь. Шестнадцать. Его убьем. А как мне этого-то убить еще? Погоди-ка. А, ну порчу пока не надо. Четырнадцать, да? Все, мы его добили с тобой. Давай вот этого. То есть на вот этого, ну все, мы должны их убить. Готов. И давай еще удар. Ну блин, а! Не добили. Опять порчу мне на свал. Так, ну все, давай тогда его добивай. Да серьезно, что ли? Нечем добить. Раба. Авдивай. М-ху-ху-ху-ху. Давай иглу. Давай так. Есть здоровье, прибавил отлично. Готов. Ух ты. Варахаи. Он такой был у нас. Ну, давай у этих урозы возьмем. Поверженные черти исчезают среди густых теней подпола. Вы двигаетесь дальше по мрачным переходам подземелья. Николай следует за вами. Вы замечаете, что он сжимает крест, который вы взяли у якотницы. Костяшки на его дрожащей руке побелели, но глаза полны решимости. Это вообще-то крест у нас в рюкзаке лежит. Откуда он его взял, непонятно. Одни тесные коридоры сменяются другими. Чем ниже вы спускаетесь под полог, тем тяжелее дышится. Ваш путь освещают только тлеющие угольки и скудные лучи, забрежевшего где-то вверху в мире людей рассвета. Кажется, что дороги этой не будет конца, но внезапно перед вами возникает черный силуэт. Ё-моё, какой чертяга там. Ого! Кто там прячется во мраке? Обдериха! Мы чуем, чуем, чуем! Весь жизнь и смрад мы с вас отмоем. И с кожей вместе с ими вонь. Здравствуй, банница староста. Ты уж пусти нас под полог свой. Выслушай нас, баннушка! Напросились. Я тут хозяйка. Не указ, ведь нам не указ. С чем пришли вы под полог? Моя невеста, да ты моя невеста. Так, ну походу смотри, можно любой выбрать этот вариант, как бы тут ничего страшного не будет. Говорят, банники над осиновой нечистью хозяева. Правда ли? Зачем им это знать? Зачем? Истокль так. А может быть и нет. Чего тогда? Другое знать хотим. С чем пришли вы под полог? Ну ладно. Зачем детей христианских подменяешь? Зачем их держишь-то? Кто тут деток подменяет? Кто подменяет деток? Ты слышишь, что не играть там в несознанку, а? Это мои дети. Тихо во мраке. И жар печной дает тепло. Здесь хорошо без вас жилые. С чем пришли вы под полог? Так, что-то оно. Мы по хорошему делу. На сватовство. У меня жених, у тебя невеста. Нельзя ли свести в одно место? Прикольно. Нет. Нет под полком невест, только угли. Угли тлеют, старые кости греют. Ага. А руку кто мне ожег? Уголь как пятерня? А, Марка! Марка! Печать над вами! Узнала! Догадалась! Ну, давай нам девку. Знаем, что тут она. Ладно, будь по-вашему. Покажем вам невесту. Да ни одну, ни одну. Выбирайте свою. А не ту найдете, наши станете. Наши. Волосы награблено. Мотаю, кожу сдеру. Хо-хо! Ну, правую, да, нам говорили? Смотри, нам же говорили в этих, как его, в бличках. Так, где тут умение именно слов? Банники. Так. Только помни. Меня из дюжины девок на одно лицо надо правильно выбрать. У кого зубы желтые, не бери. У меня зубы белые. Потом батюшка предложит приданное два мешка. Бери правый, там богачество. А левый не бери. И там все горести. Так, салат и сделал. Вылил с досады баны старосты и пропал. То есть правый, да, надо взять правый. Вася, чё делать-то? Все на одно лицо. Помнишь, что чертовка в бане сказала? Я третья слева. И моё всё то, что окрашено кровью цветами. Что-то ещё пыталась сказать. Да исчезла. Могу и сам выбрать. Не с девкой ты жить потом. Давай-ка лучше я погляжу, кто тут настоящая девка-то. Блин. Третья слева. Блин, тут ещё путается так. Раз, два, три. А чё вот это вот такой за выбор такой? Выбор. Выбор. Почему? Невесту выбрали. Теперь отпускать пора. Отпускать? Нашу девочку? Нет, 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 нет. Мы ведь не можем. Нет, невесте нужно приданное, верно? Дам я, дам. Выбирайте верное, и тогда отпустим девку. Выбирайте верное. Ну, блин, а чё, неправильно выбрал? Вроде правильно. Подожди. Ё-моё. Камень притащил из бани, да по рукам. Только помни, у меня есть дюжина девок, надо лицо надо правильно выбрать. У кого зубы жёлтые, не бери. У меня зубы белые. Блин, я неправильно выбрал, что ли? Или правда я выбрал? Я чё-то не знаю. Выбрали, выбрали. Какую сторонушку-то выбрали? Сторонушку-то какую? Выбрали, да не то. Да бжу правый. Не то. Теперь вам надежды нету. Сейчас я вас и задавлю. Правый я выбрал. Ну, хотя бы посмотрели на вот это вот. То есть, смотри, можно было, в принципе, мирно её, да, выбрать. Все малые исчезают в случае смерти этой нечисти. Призывай другую мне. 150, ну понятно, это битва. Впрочем, можно было, я так понимаю, без битвы обойтись. А получается, что всё. Ключ жест давай. Чё тут, скорчить давай. Всё вот это вот. Уразы, уразы. Кива. Вот так давай. Вот так чё тут. 12, да, урон. Ну-ка, если вот просто вот этот сделать. 9. Ну, мало, мало. Давай вот так вот. А без колдун почему не могу сделать? А, не могу. Вот так только, да? Ну, ладно, давай. Чё делать-то теперь? Травы. Может, какие-то травы применить? Ну, ладно, пока не буду. Погнали. Короче, девку я, видимо, правильно выбрал. Хотя там надо было по зубам смотреть. У них зубы вроде горели, а я забыл совсем. Ну, не обратил на это внимание. О, сейчас кого-то призовёт ещё, блин, офигеем. На. Нормально так снесли и хпшку. Так. Призвал какого-то малого. Так, смотри дальше. Авоил, Нава, без колдун. Давай, сюда и беги. Так. Авоила давай одного применю. Порча. Нава складное. Урон пятёрочка. Вот так вот. Одиннадцать, да? Или так не делать? Может быть, так не делать? Смотри. Пока что. Давай вот иглу. Да. И просто урозы. И порчу. Ну, или давай урозы. Давай вот так вот сделаю. Давай. А, а, абоил есть. Давай. Погнали. Ну, у неё 17 урона. Так-то нехило. Она сейчас шмальнёт меня, да? Ну, да. Нормально так шмальнула. Угу. Вы ответили на все твои загадки. Теперь девку отпускай. Нет, нет, она моя, моя. И вы теперь тоже. Или она меня обманула? Я правильно выбрал правый рюкзак. Просто она это... Не захотела мне девку отдавать, да? Видимо, так и случилось. Видимо, так и случилось. Так, ну это фигня. Давай порчу. Так, чтобы здесь такую выбрать, давай. Регенерацию сделаю, чтобы мне здоровья прибавлять. И порчу маленько вниз опускать. Давай. Четыре, два, ну понятно. Грыжа, на тебе. Отныне и до веки. Ход нечистый. Ай! Ход Василисушки. Подожди, да куда ты не... Ай, давай. Я хотел тебя применить, давай сюда. Так, чё тебе... Чё можно сделать? В этой иглу давай. В Архаила можно. Обдевай. Соломонида. Давай, кстати, Соломониду снимает негативный эффект. На воскладное. Давай вот так вот сделаю. Ключ. Давай сюда. Один урон, да? А ещё больше нету, кстати. Нет, тогда не буду использовать. Давай вот так вот чисто. Чисто на себя. Чисто Николаевшкой ударим. Ей снял эффект. Здоровье прибавил. Пятёрочка. Молодец. Ага, красава. Но! И ещё пятёрку. Молодец. Есть. Ну, ХП 50 снесли. Я надеюсь, она здоровья себе не будет прибавлять. Это всё порчу делает мелкий. Бесятик. Лютая. Так, ну смотри. Аминь можно сделать. Вот этот вот можно сделать. Давай вот этого Егория Батюшки. Лютая давай. Он увеличивает урон нормально. Вот так вот. 18 урона. Вот это нормально. Погнал. Давай. Красавелла. Хорошо. Хорошо. Вот жестит. Нормально. Хороший удар был. Обдириха получает. Так, ну это как бы сейчас было так нормально мне урон. Главное самому не обосраться. Так, смотри бабушку. Так, вот этот ещё урон делает нормальный. Вот так давай. Вот так вот. И надо, наверное, бабушку Серафимушку сделать, да? Увеличивает урон на 2 ещё. На 2 урон. Да ну-ка, если убрать. 19. Так, это... Ну-ка, вот если так сделать. Вот так вот. Переполох. И вот так вот. 27. Ну так-то намного лучше. Мы должны выжить. 14 урона, ладно. Давай ещё травушку-муравушку. Давай сделают. Проклятие, да? Мне порча. Ну давай. Регенерацию себе сделаю. Всё, давай урон. 27, офигеть. Погнал. Получи! Ну вот хорошо, что эти... На ход я этого... Помощник стал лучше играть. Это прям классно. Набожность. На, получила. Сейчас, видимо, меньше 50 станет. Ещё фраза будет. Ай! Так, надо здоровья. Вон отсюда! Вон! Отпусти невесту, и мы уйдём. Нет, нет, никогда! Какие-то слова у неё ещё горят такие. Деловая такая. Так, есть. Снимает положительный статус и понято. Так, у меня урозы, грыжа. Так, бабушку-серафимушку давай. Бабушку-мандолину давай. Авраила давай. И давай вот лютая грыжа. И давай, наверное, здоровье пополню, а то, боюсь, надо уже пополнять. Давай, восстанавливай. Отлично. Есть. Молодец! Семь, семёрка. Хопа! Пятёрку ещё. А почему он, кстати, этот стал в два раза бить, я так и не понял. Вот не понял, почему он стал бить. Но, видимо, так надо. Так, что ещё мы можем? Ой, да можем много чего сделать. Отныне и до веки можем сделать. Да. Давай теперь Евгория. Лютая. Урон сразу 11, да? А в девай можно ещё сделать киво-складное урозы. Ну-ка, набу. 17 урон, да? А если я киво сделаю? 19. Давай. Меня это устраивает. Как раз размен происходит от травы и порчи. Есть. На. Я надеюсь, никакого не будет там второго уровня босса этого. Хе-хе. Ну-ка, я прям люблю все эти такие моменты, когда уже думаешь, что победила. И на тебе. Так, ну давай вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Чё урон? 21. Должны убить. Погнали. Порча не страшна. Есть. Макарка. Был суседкой, пока не задавил своих хозяев. Получите плюс 2 порчи в начале сражения. Знание выполнено. Предметы. Венок обдирихи. Чтоб банница не взяла тебя, вымоешься, а больёшься с вами. С гуся вода, с меня худоба. Получите плюс 3 порчи в начале сражения и плюс 1 ко всем словам с урона. Новый уровень. Тысяча опыта, 40 рублей. Продолжите. Матрёна. Ох ты, красотка. Не могу поверить. Неужели я стала свободной? Да. Нечисть над тобою больше не властна. Тут опасно оставаться. Место нечистое. Вон, гляди. Поленьи летают. Выбираться надо в избок нам. Там поговорим. Хорошо. Ну вот ура. Спасли, короче, мы Матрёну. Доброе дело сделали. По идее, должны были грехи с нас снять. Но почему-то не сняли. Вот это меня как-то огорчает. Сумлева. А после исчезла банница. И вот я здесь. Так, новая быличка. Банники. Зажили они хорошо. Достатки и ласки. Только вот на масленку загрустил солдат. Кому же на блины ехать? Кто у меня тёща? Не ведаю. Молодуха ему ответствует. А поедем в соседнюю деревню, где баба уже 16 лет ребёнка кормит, а тот не растёт. Сказано, связано. Поехали посреди. В избе-то и вправду баба сидит, ребёнка укачивает. Ревёт, дитятя, но не ест, не пьёт. Схватила молодуха свёрточек, а через левое плечо бросила, завопила. Кого ростите? А ребёнок-то поленом оборотился. Говорит девица. Я ваша дочь, родная. Ты, матушка, когда оставила меня в бане, бантик меня на полено подменил. Глаза тебе застил. С той поры пошла у них жизнь правильная. Так вот. Вещи. Смотри. Получается, вот он, венок обдирихи. Наносит 3 урона в начале хода. Ага. То есть это им не типа урон, да? Ну, как-то так себе. Так, опыт получили. Можем ещё одну большую сумму сделать. Выучить, давай. Ту-ду-ду. Потому что полезные предметы, вот как бы они в бою-то помогают. Так, это бесов этих просто дохренища. 72 грехов. Уже не знаю, куда их девать. И все тут сидят. Так, этот на задании. Этот, эти вернулись, да? Давай на бессмысленную работу отправим этого, вот этого Андрейка. Андрейка. Он самый жёсткий. Извести суседок. На бессмысленную работу. Он что делает? Вот тебя тоже отправим. Чё это? А, это шанс отправить этих. Давай, иди. Эти-то более такие, ну, скажем так. Ну, вы поняли. Соликамск. Навести порчу на пассивы. Ну, иди. Я так понимаю, а потом ты бегаешь, короче, по этой земле и, скажем так, наслать воров. Давай. Всё, погнал. Так, а у тебя куда отправить? Извести крыс. Извести суседок. Книль. Молоко. Сесть грыжей. Ну, давай вот тебя туда отправим. Со всеми чертями, как бы, разделался. Пошли они в задницу. Так, ну, свадьба. Что, Коля, слово-то собираешься держать? Так, конечно. Я всё по чину сделал. Сватов-то куда отправить? Вспомнила я, из какой деревни банницы меня подменила. Как спасли вы меня, так всё вспомнила. Я сама из Пахчи. Там и родные мои до сих пор живут. Туда со сватами и приходи. А мне надо заранее с Василисой туда наведаться. Там-то нечисть осиновую и найдёшь. Понято. Помнишь, я просила у Абдерихи про осинового чёрта разузнать? На осинового чёрта банница-то меня и подменила. Живёт сейчас такой чёрт с моими родными. Вот гад. С батюшкой да с матушкой. Вот туда мы и отправимся. Такой-то осиновый чёрт мне и нужен. Хорошо. Я дорогу-то по сей день помню. Так, ну-ка давай-ка спросим. Банница сгинула. Вряд ли за тобой придёт. Так просто от Абдерихи не избавиться. Она скоро возродится во мраке. Нет смерти на неё. Да и я не полностью в мире людей. Пока я не обвенчана, может, банница меня обратно к себе забыла. Так, ну и жизнь. Как ты жила у банницы 18 лет-то? А ничего? Жила. Где натоплено баня? Туда и мы с ней. Она вроде как умалишённой стала. Много ели тоже. Научила меня уму, разуму. И научила многому. Тоже я в некоторых вещах-то знаткой стала. Такие дела в путь. Тогда собираться будем. Новое задание. Ну, давайте тогда здесь мы и с вами и сохранимся. И продолжим в следующий раз. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Мне этого очень-очень, ребята, не хватает. А с вами был Чердак Норбы. Увидимся с вами в следующих сериях, стримах, в следующих играх. Всё. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»